Ненецкому округу увеличили квоты на Авыловсенге. В сравнении с прошлым годом она увеличена на 1 тонну 300 килограммов. Карантин в школах Наринмара и поселка Искателей снизил заболеваемость ОРВИ и гриппом среди школьников. Несмотря на это, общая заболеваемость в регионе растет. Жители Наринмара выбирают приоритетные для благоустройства территории. Рейтинговое голосование продлится до 21 февраля. Здравствуйте! С главными событиями в студии Иван Никонов. Повышение уровня доступности социальных и других объектов обсудили на Координационном совете по делам ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста. На реализацию программы «Доступная среда» на 2017-2021 годы в региональном бюджете предусмотрено более 70 миллионов рублей. О том, что уже удалось сделать в регионе в рамках этой программы, смотрите в следующем сюжете. Государственная программа «Доступная среда» в Ниньском округе рассчитана на период с 2017 по 2021 годы. На ее реализацию из окружного и федерального бюджетов в общей сложности выделено более 70 миллионов рублей. Самый крупный объем финансирования пришелся на 2017 год. Тогда часть средств была направлена на разработку проектно-сметной документации для адаптации зданий дошкольных учреждений, среди которых детский сад «Семицветик», «Теремок» и «Радуга», а также на формирование доступной среды в Пустозерском доме-интернате. Во всех учреждениях были установлены социальное обслуживание, социальные защиты, были установлены беспроводные кнопки вызова помощи для инвалидов. Было дооборудование произведено в Ниньской окружной больнице, где также были приведены в соответствие терапевтическом отделении санитарные комнаты, были другие проведены работы. Устройство входной группы корпуса детской поликлиники, родильного дома также было реализовано за счет установки перевоза, замены дверных блоков и так далее. Также в рамках программы в Наринмаре были установлены речевые устройства «Горящий город». Два из них на светофоре около здания прокуратуры по улице Ленина. Еще три – на перекрестке улиц Заводская и Юбилейная. Стоимость выполненных работ составила 222 тысячи рублей. Кроме того, на заседании комиссии обсудили ряд мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья, среди которых окружная и межмуниципальная спартакиады для инвалидов, соревнования по пэр-лифтингу и участие этой категории спортсменов во Всероссийском фестивале инвалидов «Пара-Крым». В настоящее время организована работа по совершенствованию инфраструктуры учреждений, которые могут осуществлять работу с лицами с ограниченными возможностями. Так, в трех учреждениях – это НОРТ, ЛИДЕР, ТРУД, созданные условия для занятия маломобильных групп населения. Указанная работа продолжается за счет средств учреждений. В соответствии с соглашением между Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации и Администрации Нинистского автономного округа в 2019 году приобретено спортивное оборудование. В перечень данного оборудования входят силовые комплексы для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также реабилитационные тренажеры. Что касается инклюзивного образования, по информации профильного департамента, на сегодняшний день в реализации его доступности в регионе существует ряд проблем. Одна из них – нехватка квалифицированных кадров. Существует ряд вопросов, на которых стоит, наверное, обратить внимание. Это первое, ну, один из основных – это кадровое обеспечение, повышение квалификации педагогических работников, владеющих специальными методами обучения и воспитания детей. Решение, то есть руководителям образовательных организаций необходимо создать условия для повышения квалификации педагогических работников, владеющих специальными методами обучения и воспитания детей с ООЗ. Повышение родительской компетенции в обучении и воспитании детей с ООЗ инвалидностью. В целом, работа в этом направлении в регионе ведется активно. Еще в 2017 году был утвержден план мероприятий по оказанию ранней помощи семьям, где есть дети-инвалиды сроком до 2020 года. Также родители детей до трех лет с особенностями развития могут обратиться в Центр психолого-педагогической помощи «Дар». Анастасия Саботович, Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Второй конкурс профмастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья «Амбилимпикс» состоится этой весной. Региональный этап чемпионата пройдет в Наринмаре с 22 по 26 апреля. Как сообщают в Департаменте образования, культуры и спорта, в этом году конкурс пройдет по 10 компетенциям. Три из них новые. Ожидается, что участие в чемпионате примут более 70 человек. Прием заявок в Нининском центре развития образования для участия в чемпионате уже открыт. Для школьников с ограниченными возможностями здоровья состязания пройдут по направлениям художественное вышивание, вязание крючком, резьба по дереву, актерское изобразительное искусство. Студентам предстоит проявить свои таланты в сфере предпринимательства и флористики. А взрослые категории граждан в бисероплетении, вязании спицами и обработке текста. Чемпионат будет проходить на четырех площадках на базе окружных учреждений. Так для школьников состязания будут проходить на базе школы номер 4. Соревнования по предпринимательству пройдут в Нининском аграрно-экономическом техникуме, а флористы поборются за победу в Нининском профессиональном училище. Взрослых участников Амбилимпикса в своих стенах примет Нининский региональный центр развития образования. Чемпионат Амбилимпикс в России развивается с 2014 года, являясь частью международного некоммерческого движения, объединяющего 46 стран мира. Нининский округ присоединился к движению в прошлом году. Внеплановые каникулы снизили заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей школьного возраста 7-14 лет. За минувшую неделю рост заболеваемости среди этой группы населения не превысил норму. При этом порог заболеваемости среди детей возрастом до 2 лет превышает почти на 6%. Среди детей от 3 до 6 лет на 102,5%. Среди взрослого населения порог заболеваемости превысил норму 30%. В совокупности по Нининскому округу зарегистрировано превышение порогов заболеваемости на 71%. Из общего числа заболевших гриппом диагностирован у 12 человек. В пяти случаях обнаружен так называемый свиной грипп, в семи случаях – гонконгский грипп. Из всех выявленных случаев заболевания гриппом от него был привит только один человек. На данный момент в Нининском округе введены режимно-ограничительные мероприятия. Полностью приостановлено посещение детьми школ на территории Наринмара и поселка Искателей, а также одного класса в селе Ома. Школьников перевели на дистанционное обучение. Также приостановлено посещение в 22 группах дошкольных образовательных организаций Наринмара. 21 февраля в Нининском округе пройдет региональный этап Олимпиады по родному языку. 30 школьников из национальных поселков региона и средней школы имени Пырерки проверят знания нининского языка. В первом школьном этапе Олимпиады приняли участие более 180 учеников Изомы, Бугрино, Каратайки, Усть-Кары, Андиго, Индиги, поселков Нельминос и Красное. В муниципальный этап прошли 59 человек, а заключительных испытаний ожидают 30 учащихся с 4 по 11 класс. Сельские школьники будут выполнять письменные задания в дистанционном режиме с включением камер видеонаблюдения под контролем общественных наблюдателей, а учащиеся из Наринмара в Нининском региональном центре развития образования. Интеллектуальные испытания регионального этапа будут представлены в виде письменных заданий и лексико-грамматических тестов. Победители из числа старшеклассников по итогам заключительного этапа по решению организационного комитета могут быть делегированы от Нининского округа для участия в региональном этапе межрегиональной олимпиады по краеведению и родным языкам в городе Салихард в рамках соглашений между администрацией Нининского округа и правительством Ямала-Нининского автономного округа. Нининскому округу увеличили квоты на вылов семги. В 2019 году окружные рыбаки смогут выловить на 1 тонну 300 килограммов больше, чем годом ранее. Соответствующее решение принято ученым советом Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Всего рыбаки Нининского округа в этом году смогут добыть 17 тонн 700 килограммов семги. Как сообщили в Департаменте природных ресурсов, экологии агропромышленного комплекса Нининского округа также согласована корректировка рекомендованных объемов добычи горбуши. В границах Нининского округа в 2019 году квота по данному виду рыбы составляет 11 тонн. Рекомендованные объемы добычи семги и горбуши между окружными рыбаками-любителями и промышленниками будут распределены на заседание анодромной комиссии. Она пройдет в Наринмаре этой весной, перед началом летнего промысла. На заседание также утвердят и сроки добычи анодромных видов рыб. Жители Наринмара выбирают приоритетные для благоустройства территории. Рейтинговое голосование проходит с 15 по 21 февраля. Территория, набравшая наибольшее количество голосов, будут благоустроены в первую очередь. Отдать свой голос можно через систему «Народный контроль» на портале народ83.ру, а также через официальную группу города Наринмара в социальной сети ВКонтакте. В список территорий, претендующих на первоочередное благоустройство в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году вошли шесть площадок. По количеству набранных голосов будет определена очередность их благоустройства. Общее финансирование проекта составит более 50 миллионов рублей. Власти города особенно радуют, что жители города за три года реализации программы действительно поверили в успешность ее работы. В прошлом году проводили достаточно мощный рейтинг для голосования. И были очень удивлены активности горожан. То есть по тем территориям, которые были предварительно отобраны, и собраны дизайн-проекты, мы только воочию люди пришли и личными подписями проголосовали больше 3,5 тысячи человек. То есть востребованность жителей в комфортной среде, в интересных зонах, в интересных местах, где можно было провести время, она действительно сильна. Ранее администрацией окружной столицы был организован сбор заявлений от граждан с предложениями территорий, которые необходимо благоустроить в 2019 и 2020 годах. В общей сложности на рассмотрение общественной комиссии поступило 8 заявок, по результатам рассмотрения которых на рейтинговое голосование вышли 6 общественных территорий. В 7 местах, общественных местах города, расставлены вот такие вот проплакаты, где каждый житель может подойти, взять бланк, написать ту территорию, которую он хотел бы видеть в будущем, положить заполненный бланк. И в обязательном порядке, сроки мы в этом году сказали достаточно длинные, приема заявок эти предложения будут рассмотрены. И если территория будет соответствовать требованиям как общественной территории, то в обязательном порядке они войдут в рейтинг голосования 2020 года. Напомню, Наринмар является единственным населенным пунктом региона, где жители определяют приоритеты благоустройства голосованием. По условиям постановления правительства России, рейтинговое голосование проходит только в тех муниципалитетах, численность населения которых превышает 20 тысяч человек. В текущем году в Ненинском округе капитально отремонтируют 7 многоквартирных домов. Работы будут проводиться в рамках реализации региональной программы капитального ремонта. Общая стоимость ремонта составит более 93,5 миллионов рублей, из которых почти 79 миллионов средства собственников. Еще 15 миллионов рублей будет выделено из окружного бюджета. Как пояснили в Департаменте строительства ЖКХ энергетики и транспорта Ненинского округа, капитальный ремонт запланирован в пяти многоквартирных домах Наринмара по адресам улица 60 лет Октября, дом 6, улица Меньшикова, дом 11, дом 12А, дом 15, улица Строительная, дом 7А, в одном доме в поселке Искателей по улице Ордалина 9, а также в селе Нижняя Пеша, в доме по улице Советская 31. В 2018 году в округе было отремонтировано 12 многоквартирных домов. Были выполнены работы по замене внутренних и наружных инженерных систем, утеплению чердачных и цокольных перекрытий, ремонту кровли и фундамента. Окружные полицейские изъяли из незаконного оборота полторы тысячи бутылок алкогольной продукции различных марок. Незаконная торговля спиртным шла в одном из населенных пунктов региона. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Ненинскому округу. Как уточняется, в феврале 2019 года сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции выявили факт незаконной торговли алкоголем. Нелегальный бизнес был организован в одном из населенных пунктов округа. Алкоголем торговали на территории частного домовладения и в торговом помещении. В ходе осмотра стражи порядка изъяли более полутора тысяч бутылок алкогольной продукции различных наименований. Изъятое спиртное отправлено на технико-криминалистическую экспертизу. По данному факту полицейскими проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации. Далее смотрите прогноз погоды.